Заехал недавно в Киеве к знакомому. Кастомная мастерская V-Tactical занимается производством тюнинга и аксессуаров для автоматов Калашникова, карабина на их базе, пулеметов РПК, ПКМ и некоторых других видов ручного оружия. В частности, были показаны довольно интересные новинки. Одна из них, я надеюсь, что скоро она пойдет в производство и по ней получится сделать отдельное видео. Она заслуживает именно отдельного видео. Я же выпросил несколько простеньких ништяков для улучшайзинга базовой комплектации карабина на базе автомата Калашникова. В частности, это буфер от такой довольно интересной формы. Тромекс для установки на рукоятку затворной рамы и специальные аксессуары 2 в 1 для спусковых крючков. Как видите, у меня два типа спусковых крючков. Один стандартный АКМ и второй ОСМ на трубчатой оси. Здесь спусковой крючок, шептало и замедлитель курка. Такие обычно уже на АК-74 стояли. Отличаются тем, что на АКМ более узкий спусковой крючок, а вот в таком виде более широкий спусковой крючок. И кто глазастый уже, наверное, заметил, вот такая вот штука. Специальный колпачок, который надевается на спусковой крючок. И, как видите, это элемент такой 2 в 1 для повышения юзер-френдли или юзабилити в тактических занятиях с карабином. А второй элемент, вот такой специальный ограничитель, который ограничивает холостой ход спусковой крючка в самом ОСМ. Я уже 3 года владею карабином Ford 205. Здесь немножко попилен ОСМ определенным образом. И наличие вот этих элементов как бы сподвигло меня, наверное, и сделать это видео. То есть я хочу показать и эти элементы, и немного, скажем так, подшаманить свой ОСМ. Тем более мне показали один специфический фокус. Он довольно простенький. Я попытаюсь его вам показать. Заодно сравнивая ОСМ, скажем, гражданского карабина и карабина боевого. Вернее, не карабина, а автомата Калашникова. Ну, я возьму для этого ММГ АКМа. Покажу, какой здесь ОСМ. Это вот спусковой крючок от него. И на его базе попробую вместе совместить новые элементы, которые есть. И одну штуку, которая как бы повышает тоже характеристики спускового крючка. Пока я не начал разбирать, наверное, попробую вот установить вот эту штучку на свой карабин. Здесь тоже узкий спусковой крючок, как и АКМовский. Ну, у меня АКМ, кстати, мой, 62-го года, а ММГ у меня 66-го. Позиционируются вот эти аксессуары таким образом, что они не требуют вообще вмешательства разборки оружия. То есть, за счет своей гибкой формы, такого материала, его можно надеть в существующем виде, просто сбоку установить. Те, кто уже его пробовал, очень хвалят. Довольно интересная штука. Я, конечно, тоже попробую. У него есть две специфики по установке. Просто его надеть, и он держится. Или обычно немного сюда клей добавляется. Вот это секунда-минутка какой-то, в общем, цианопан или цианакрил, как он называется. Или немного эпоксидной смолы, чтобы лучше держалось, конечно. Но сначала все нужно подогнать. Я же сейчас просто попробую это установить. Вот как он надевается, каким образом. Немного сбоку вот так его просто продеваем. И все, он установлен. Посмотрим, нужна ли ему доработка. Здесь специальный вот этот пенечек, он сделан таким образом, он чуть больше. И каждый владелец уже под себя его дорабатывает, как ему более удобно. Ну, мне ничего дорабатывать не надо. Здесь срыв в последний момент происходит. Вот, давайте посмотрим. Вот, и дальше он не идет просто. Немножко с небольшим усилием, но у меня просто УСМ полностью так же сделан. Он с замедлителем стоит, там дополнительные пружины. Может из-за этого как бы влияет немного на более тугой спуск у меня получается. Все нормально, ничего здесь такого нет особо сложного. Сейчас я сниму крышку и потом буду сравнивать уже свою ствольную коробку, свою УСМ с УСМ на непиленном автомате калачника. Кстати, крышка у меня новая, как видите, Texas V-Apons. Оторвал, можно сказать, за недорого себе оригинальную крышку с дополнительными аксессуарами. Вот, целик, он отдельно стоит, наверное, около 30 долларов. Но мне досталось все довольно недорого, тем более, что давно я хотел эту крышку. Вот, теперь она у меня есть. И в скором времени вот хочу пристрелять на ней калиматор, реплика 3G-кон и АМРАЙ. И пристрелять то же самое, некоторые оптические прицелы, сравнить работу оптики на крышках и на боковом кроне. Крон у меня на винтах, как видите, он снимается, но он меня что-то не особо удовлетворяет в последнее время. Ну, крышечка. И вот первый момент уже, который хотелось бы сравнить. Давайте я достану буфер американский и сравню его уже с буфером от V-Tactical. Вот, если уже присматриваться, он, сам буфер уже покоцанный. Вот, видите, его порезало просто. В некоторых местах вот эти вот перебиваются затворной рамой, она стучит сюда затворная рама, а вот эта часть упирается только вот в небольшую закраину тыльника, получается, тыльник, назовем его так, как это задняя бабка, грубо говоря, на которой приклад крепится. Вот, давайте я его сниму, чтобы было удобнее смотреть. Вот. Он очень-очень неглубоко стоит, вот таким вот образом. В итоге видно, где он срезается. При ударе верхняя часть проходит дальше, а это обрезается. Вот уже у меня здесь, по-моему, даже полтысячи настрела нет. Уже проблемы с самим буфером. Здесь же бафер довольно интересной формы, то есть повторяет полностью все элементы, которые установлены в конструкции, то есть ему просто некуда расширяться, из-за этого ему не обо что резаться. Давайте я попробую поставить пока вот так. Просто я его вставлю. Здесь вот еще специфика, специальные такие проточечки есть, и ставится он довольно плотно, он чуть шире ствольной коробки. И здесь вот он, когда входит, он становится, становится как влитой на свое место. Полностью заполняет собой все пространство, то есть ему не обо что просто разрезаться. Вот, соответственно, такая же форма у него повторяет вырезы на защелке возвратной пружины или направляющей, как она называется. Да и ставится он проще, по сути дела. Вот, вот, устанавливается у нас в... Это, кстати, вот направляющая тоже шла с крышкой, потому что стандартная я ее не взял. Давайте вот возьму стандартную направляющую. Она чуть длиннее, чем ТВС. Ну, внутренняя форма такая же, и должно повторять. Сейчас, наверное, не повторять немного. Здесь плоская сточина, здесь немного закруглена. Ладно, давайте я пока поставлю не в ТВСную крышку, а в обычной, потому что, наверное, не у всех ТВС в крышке Тексас Виапонс есть, но вот сюда он как родной, потому что он и проектировался под родную защелку томата-калашника. Вот, все нормально стало, я проверю вот на этом. То есть, ставим буфер, немножко его вперед и защелку назад. Все, она зашла. Что самое интересное, то затворная рама полностью входит в бафер. Ну, она подвинет на место сам бафер, когда нужно будет. И полностью задняя затворная рама повторяет технологическое отверстие в бафере. Вот он как доходит запорная рама. Таким образом, тут крышечку попробуем. Все нормально стало. Сейчас попробуем подергать раму. Даже рукой я чувствую именно такой не звонкий удар и сильный, а как бы смягчающий, тормозящий удар задника затворной рамы о буфер. Вот на этом я такого не чувствовал, честно скажу. Ну, естественно, это надо пострелять, там будет видно. Теперь перейдем непосредственно к ОСМ. Давайте для начала посмотрим, как работает RESET. Здесь я раму пока вытащу. Да, довольно грязненькая, нечищена. Итак, сейчас у нас курок взведем. Давайте я померю вот здесь такую штуку, где у нас находится конец спусковой крючка по отношению к задней стенке спусковой скобы. Вот здесь примерно 28 миллиметров. Давайте запомним это число. Там будет одна модификация, доделка, которая как бы может это число изменить, возможно, в лучшую сторону. Ну, давайте посмотрим по ходу, когда у нас идет срыв круга. И что дальше со свободным ходом у спуска. Ну, а для начала просто делаем. Как бы идет выстрел, затем идет RESET. Если мы отпустили. Если не отпускать, идет у нас выстрел. Ресет. Небольшое сушение идет на палец. Выстрел. Кстати, я держу в самом конце спуск. Я там был, не дожал вниз. Вот он стоял в конце. Ресет. Практически полностью вернулся спусковой крючок на свое первоначальное положение. Выстрел. Ресет довольно такой далеко уходит, конечно, что не очень хорошо. Опять выстрел. Ресет, он как бы выстреливает, выстреливает пальцем обратно. Это срыв идет с шептала. Потом вот эта вот ступенечка, переход на зуб, который удерживает, собственно, круг. Ну, окей, давайте займемся дополнительной модификацией. Деталька для этого вот такая простенькая. Это всего лишь обломок пружины от магазина того же калаша. То есть любой. Здесь проволока, по-моему. Так, запомнили, да, циферки? Проволока здесь полтора миллиметра. И если кому-то будет интересно, можно самому выгнуть. Давайте я просто сделаю по размеру примерно. Длину эта рамка 30, ну, грубо говоря, 31-32 миллиметра. В ширину 16, ну, до 17 миллиметров. Зачем это надо? Значит, вот эту рамочку, я так покажу сейчас наглядно. Вот эту рамку мы снимаем рукоятку и подкладываем под винт рукоятки. Вот таким образом у нас стоит рукоятка. Можно вообще по ширине самой гайки это сделать. Вот здесь просто обжимаем. Вот таким образом будет эта деталь установлена внутри ствольной коробки. То есть вот так она будет стоять. Длину можно ориентироваться по... Чтобы от задней части упиралась эта деталь в гайку, естественно. А передняя часть, чтобы не выглядывала здесь вот в прорези ствольной коробки для спускового крючка. Чтобы спусковой крючок в задней части у нее не упирался. То есть она впритык должна быть до прорези. Вот таким образом просто прижимается снизу болтом. Ставим рукоятку, вкручиваем болт. И гайкой прижимается эта деталь внутри. И она своей, так сказать, толщиной, своим диаметром приподнимает вот в этом месте. То есть она вот в эту ложбинку ложится. Вот это наша деталь. Как видно? Все. Вот. И немного, немного у нас спусковой крючок не прямо так стоит, а немного приподнимается. И уже он буквально на полтора миллиметра вот в таком положении находится. То есть не прямо, а вот так уже. Сейчас я поставлю на ММГ и мы посмотрим. Ну, для начала я поставлю, наверное... Для начала я поставлю УСМ, чтобы замерить вот это вот расстояние. Пока без вот этой детали. А затем поставлю нормально уже вот с этой деталью. И мы посмотрим, что у нас поменяется при этом. Вот то, что я говорил. Здесь стоит рычаг автоспуска. Вот он. И он мешает курку. Вот он становится на боевой зону, грубо говоря. Вот таким образом мы снимаем его. Так, курок сейчас снимать не будем. Нужно только вытащить пин, на котором УСМ держится, и собрать сам УСМ. Я попробую это быстренько сделать. О, все. Здесь стоит обычная, естественно, стандартная боевая пружина, а не как у многих карабинов Сайга. Какая-то плоская. Здесь обычная пружина. И что, ставим УСМ и попробовать трубчатый. Давайте я попробую поставить на трубчатый осень. Кстати, по поводу спусковых крючков. Вот то, что говорилось. Стандартный спусковой крючок АКМа у нас толщиной около 6 мм. И у него практически прямая передняя кромка. Довольно лично мне неудобно. Даже я в перчатках стреляю, он довольно острый мне получается. Здесь вот за край, немного спереди как бы скруглен, но все равно мало. И он врезается в палец просто. Спусковой крючок, который на трубчатой оси, он у нас почти 8 мм. На 2 мм больше. И вот если смотреть их по... Разницу видно, я думаю. Плюс он более заокругленный. Такой вообще удобный. Он очень гладенький. Такой приятный, приятный для пальца. Мне очень нравится. Но это полностью часть УСМ. Как видите, здесь не спиленная шептала. Вот, если брать шептала. Но это тоже не пиленная, потому что это АКМ. У меня же она спиленная, я сейчас снимать не буду. То есть вот эта задняя часть вот настолько... Или вот сюда просто пилена. И когда у нас переводчик огня становится в положении автомат. То есть он должен нажимать вот своим зубом на вот эту часть. И в итоге у нас шептал отведено. И курок постоянно бьет по ударнику. Происходит выстрел. То когда спилена шептала, даже на включенном в режиме автомат, здесь просто ничего не нажимается. И шептала постоянно, курок защелкивает в своем заднем положении. И будет работать только одиночка. Даже при условии, что стоит на месте рычаг автоспуска. Кстати, я забыл сказать такую штуку. Я раньше ругался на огражданинные карабины от завода «Маяк» киевского. У меня «Форд». И по словам других, что «Маяк» это фигня. Как бы я людям верил и говорил, что «Маяк» фигня. Ну а я когда увидел «Маяк», вот кстати, с этой переделкой, которую я вам сейчас хочу показать. Вот посмотрите внимательно. У меня даже ММГ, он в родном покрытии. Очень качественное покрытие, такое неплохое. А вот это покрытие от завода «Форд». Видите, потеки, вся вот эта фигня. Хотя я поэтому отдельно хотел сделать видео еще «Форд-205 глазами владельцев». Как бы там через три года использования. Возможно, чуть позже сделаю, если будет кому-то интересно. Так вот, у «Маяка» вот это все не тронуто. Все красиво сделано. То есть родное покрытие не тронуто. Все классно. Не тронут автоспуск родной. Здесь стоит. То есть не раздолбанная вот здесь ось. И нету здесь тупо дырки, а не отверстия. И это отверстие я не могу назвать. Смотрите вот сюда. Вот если присмотреться, здесь какой-то ужас. Видите, он выглядывает там. Сейчас я попытаюсь его, может, как-то подергать. И оно... Ну, в общем, вот эта ось, она здесь внутри тупо шевелится. Потому что они вставили втулку. Они рассверлили большое отверстие. Вставили ту-то втулочку, которая стоит вместо рычага автоспуска. Вот. И в ней вот ось... А, вот видно, она болтается. Наверное, вам будет заметно. Сейчас пытаюсь показать. Видите? Ну, это ненормально, я считаю. Вот это парит такое... Такое Форд. Также вот эта вот заклепка совершенно идиотская. Чёрти, чёрти как сделана. У маяка она красивенькая такая, полукруглая. Напоминает вот эти заклепочки. То есть, ну, цивильно сделана, если честно. Здесь же и у маяка не тронута. Красивый корпус, всё нормально. Ну, единственное, что мне в маяков не нравится, именно те, которые со складными прикладами. Там уже маяк лезет в саму ОСМ. Не знаю, что они там пилят. Вот, поэтому я в любом случае брал себе АКМ для замены вот на такой приклад цельный. Вот, чтобы ОСМ был не пиленый. Но тут вот с Фордом так, не знаю, повезло, не повезло. Короче, я к чему? Что автоспуск стоит на месте, курок на месте. То есть, всё нормально держится, ничего не болтается, вот как здесь. Есть куда расти. Теперь, что мы делаем? Я, наверное, сразу... Нет, я хотел всё-таки поставить трубчатую... На трубчатой ОСМ он довольно просто ставится. Вот мы его просто вбрасываем сюда. Так. После этого нужно пином приподнять пружину там немного и попасть просто в отверстие. Всё, вот он выходит. А теперь из нот-3 надо просто приподнять пружину немного, и она становится в шлиц на спусковом крючке, на оси. И всё, он уже настоит, вот обратно он не выходит. То есть, он здесь законтрен, всё работает нормально. Единственное, что я, наверное, поспешил, и нужно сюда поставить... Завести усы пружины, но я не буду это сейчас сделать, пусть курок так будет. Мы хотели померить только вот это вот расстояние. Давайте сейчас я так кушать хочется. Меряем спусковой крючок, конец спусковой крючка до задней части рамки. 26. Да, это я не всё показал. Здесь надо взять широкий этот и надеть на спусковой крючок. На своём я мерял уже с этим колпачком. Всё видите, нормально надевается. Он, в принципе, в процессе эксплуатации не обязательно сюда клей заливать. Он вполне нормально держится. Всё нормально у него. Так. Меряем расстояние. Вот по этой задней кромке. Тоже 28. Всё нормально здесь в этом плане. Вот, теперь снимаем обратно. Приподнять немного надо просто пружину изнутри и вытолкнуть отсюда пин. Вот так всё быстро снимается. То есть, трубчатая ось это просто какая-то находка. Респект тому, кто это придумал. Они вот... Когда вот это всё рассыпано и его нормально собрать невозможно. Но я вроде как показывал, как быстро можно сделать. То есть, специально вот такой ширины просто вот у меня сделана штучка. Сюда вставляется. Собирается полностью ОСМ вот на на этом обрезке гвоздя. Ставится. И потом просто пином выталкивается. И таким вот образом. Ну, потом как-нибудь, может, покажу ещё кому будет интересно. Теперь мы берём нашу деталь. Нашу гайку. Смотрим, как она у нас должна стоять. Вот таким вот образом. Ставим её в ствольную коробку. Вот таким образом. Направляем. Вставляем. Вот. И пододвигаем сюда. Я надеюсь, будет видно. Вот эту вот рамочку. Вот она у нас получается возле прорези для спускового крючка. Теперь, просто удерживая гайку немного, берём нашу рукоятку. Не имеет значения, какая рукоятка здесь. В принципе, болт всё равно нам надо попасть. Вот я уже не помню, где мои оригинальные рукоятки подевались от этого калаша. Так. Удерживаем гайку. Наживляем. Закручиваем не до конца, немного. Не закручиваем, чтобы нам подвинуть можно было рукоятку вперёд и выставить нашу деталь. Вон там внутри. Видим, да? Выставляем её, чтобы она была посередине стояла ровно. Вот удерживаем и дожимаем болт, прижимая рукоятку. Соответственно, гайка прижимает эту деталь. Всё вот она никуда не девается. К слову сказать, по-моему, это всё-таки разработка российская была. Там деталь похожа на букву Н. Вот так идёт. Она идёт по краям получается. Почему буква Н? Потому что, видите, здесь есть заклёпка и один как бы буква Н. Здесь перемычка получается посередине и две стоечки, они по бокам проходят заклёпки и под гайку. И в итоге она не будет даже проворачиваться, потому что вот эта штука может немного провернуться куда-то в сторону. А если сделана в виде буквы Н, то она никуда не денется. Сейчас я попробую немножко изобразить, как это выглядит. Так, видно? Вот идёт у нас ствольная коробка, например. Вот у нас прорезь под спусковой крючок. Здесь у нас выход под гайку, соответственно. Вот так вот я нарисую гайку. гайку рукоятки. Это отверстие в гайке, соответственно. И вот здесь у нас головка, головка заклёпки, которая держит вторую часть спусковой скобы здесь. Итак, а деталька выглядит вот таким вот образом. Вот так сюда она идёт. Вот здесь перемычка. и здесь вот так такие у него формы. Давайте нарисую отдельно. Вот так вот выглядит. Естественно, это всё ровнее. То есть по месту это можно подобрать. толщина где-то 1,5 миллиметра. Всё это дело из любого материала, наверное, даже из алюминия я попробую чуть позже сделать и показать. Попробую вот на этой по размерам у нас что здесь примерно идёт 16 миллиметров, а здесь 32 или сколько там было, я не помню. Вот. И позже попробую сделать, посмотрим. В общем, а сейчас проверим то, что мы сделали. Ставим ОСМ обратно. так и смотрим на каком расстоянии у нас получается теперь спусковой крючок вот задней части напоминаю, чтобы его тут померить правильно. Где-то 26 на 2 миллиметра уменьшился у нас здесь чуть дальше стал спусковой крючок. Блин, это всё надо собирать, чтобы попробовать. наверное тогда ладно, сейчас я попробую пересобрать, раскручу пружину здесь, чтобы показать какой там у нас получается холостой ход. Просто в таком виде, если УСМ уже стоит, то мы не проведем усы пружины. Сейчас я их размотаю. Надо быть очень аккуратным, потому что вот эти острые края по пальцам нехило пробивают пальцы насквозь. Обычно. А вот оно и прошло. Особо заморачиваться не надо. Поправляем пружину. Всё держится. прекрасно. Естественно сейчас работать не будет. Сейчас я поставлю затворную раму. Затворная рама нажимает на рычаг автоспуска. После этого у нас есть спуск. Окей, смотрим теперь как у нас идёт рейсет и смотрим какое когда будет срыл. Вот здесь уже надо подпиливать. То есть здесь у нас было нормально. Вот этот колпачок у нас сделан для стандартного положения спускового крючка. Без вот такого скажем улучшения кастомайзинга. И если мы ставим вот эту прокладочку, то соответственно где-то на миллиметр нужно заднюю часть вот этого упора подпилить. Потому что я уже не пришлось продавливать. Вот и когда идёт рейсет нужно продавливать уже упругость самого материала, чтобы произошёл срыв. Давайте посмотрим будет видно или нет. Вот он уже уперся у меня. И в конце в принципе нормально. Вы знаете может и не надо пилить. давайте посмотрим в каком месте происходит срыв курка. В самом самом конце. есть можно чуть-чуть буквально чуть-чуть даже напильником снять вот эту штуку и чуть-чуть напильником пройтись. Будет я думаю вообще идеально. Теперь нужно посмотреть когда происходит всё-таки рейсет. Вот мы сделали выстрел. идёт у нас рейсет немножко так сушит. где 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 вот вот у нас холостой ход здесь упираемся в стеночку и срыв. Вы знаете довольно интересно получается. В общем следующим этапом после установки вот этих кастомных деталей следующим этапом естественно должны быть этапы полировки вот этой части хаммера или курка вот где у нас проходит получается вот этот зуб соответственно здесь полируем вот этот зуб полируем видите он ну это ммг причем он у меня на моем уже немножко потерся но здесь нужно полировку сделать вот этой части и можно вот этот носик тоже немножко так заполировать вот сюда наверх и будет очень плавный очень плавный срыв тогда идти вот здесь вот когда у нас идет и здесь мы получаем плавный срыв и удар соответственно можно и сверху полирнуть потому что когда курок идет обратно вот это ну видели да у нас сушение спусков крючка получается сушение в кавычках немножко дергается у нас что не есть как бы хорошо потому что ну меняются некоторые параметры может незначительно кто при очень быстрых там сплитах или кто привык как бы ну тем не менее вот такая штука присутствует то есть курок прощелка спусков крючок он под действием пружины возвращается и опять он вот в таком положении у нас все это дело стоит потом мы нажимаем и соответственно углы меняются за счет трения чем чем меньше здесь чем хуже обработка тем тем это все более жестко идет но даже в стандартном стандартном что есть честно говоря мне как-то довольно довольно мягенько он идет если честно здесь очень короткий ход получается ну просто бомба какая-то смотрите вот можно смело что это было смело мы проходим ступенечку вернее свободный ход выбираем я вообще по сути еле коснулся здесь жаль у меня нет вот этого инструмента который измеряет сколько нужно хода давайте попробую показать без без этого колпачка сейчас сниму вернусь в сторону и снимаю так давайте посмотрим так выбираем да а что не выбралось ничего здесь вообще этого незаметно когда когда нет вот этого пенечка то практически незаметно у нас происходит где-то срыв то есть то есть вот эта штука она немного даже способствует тому что вы контролируете когда у вас срыв будет вот в чем прикол честно говоря не ожидал такого здесь смотрите у нас идет 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 и срыв сразу то есть идет 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 срыв все непонятно когда вот если будет заметно изнутри где у нас получается упирается упирается усы спусковой крючка вот эти задние упираются в эту деталь что я установил хорошо она светлая светлая это как бы пружина видно что на нее ложится спусковой крючок кстати я здесь что-то не замечаю такого движения нет удара по пальцам как был у меня на кейс здесь понятно что так его будет видно вот он раз перещелкнулся а когда он в нажатом положении немножко только ощущение на самом пальце обратный ход довольно приличный все равно получается в общем можно все-таки с этой штукой в комплексе вот эти два элемента это просто бомба какая-то хотя мне широкий спусковой крючок сам по себе нравится но с этим колпачком это конечно дополнительный какой-то не знаю очень прикольно честно и такое ощущение что и и рисок более короткий но это может быть за за счет того что более массивная форма как бы поэтому такое ощущение в общем ладно так это мы поставили я сюда ставлю ставлю предохранитель переводчик огня когда когда стоит ОСМ тут или надо чуть нажать этот самый спусковой крючок чтобы шептала тоже выжалась туда и попробовать через переднее положение но лучше просто через заднее положение его провести приподнять и поставить на свое место ничего сложного нет для переводчика ставим теперь тружину с бафером бафер вставляем здесь зацепы заводим их внутрь потому что здесь есть закраина на ствольной коробке заведенная и немножко с усилием продеваем продеваем защелку и затем заднюю часть отводим бафер чтобы он полностью нормально наделся на свое место на защелку и проверяем на затворе затвор у нас доходит в крайнее положение входит внутрь все нормально очень удобно чувствуется даже рукой вот это как бы ограничение такое где он ударяется вот как я уже говорил по сравнению с американским небо и земля вот даже в руках чувствуется классно и вот как это выглядит все вот остается небольшой след от затворной рамы но я думаю она проживет гораздо дольше вот она видите заполняет собой все пространство в задней части то есть не будет не будет вот такого эффекта ножа потому что задняя часть затворной рамы видите она очень острая то есть там такое ощущение вообще что обработки нету так что я хотел да ставим крышку попробуем и осталось у нас добавить ага вот момент выплыл вот этого я не учу выплыл момент что когда у нас получается приподнят спусковой крючок то видите не становится на свое положение переводчик огня или предохранитель упирается в заднюю часть скорее всего да само шептало уперлось в вернее в задний торец шептало вот сюда так как бы показать чтобы вот этот задний торец шептало и зуб переводчика огня вот сюда как раз буквально на миллиметрик вот ту высоту которую мы выбрали упирается вот сюда вот я его пальцем чуть прожал и в этот выступ зашел зашел зуб предохранителя но в варианте где шептало отпилено такой проблемы не будет это я пробую на ммг у которого полностью не пиленный а уэсэм под автоматический огонь соответственно у гражданского вот этот задний хвостик на шептале полностью спиленный поэтому предохранитель будет включаться нормально в этом проблем как бы нет вот на боевых образцах да там может быть проблемы там тогда вариант или подпиливать шептало но это очень рекомендуется потому что как бы оружие все-таки государство принадлежит вот и выдается на какое-то время но я вспомнил один момент тот же самый ВИТАКТИКЛ они выпускают вот эти у них есть отдельно флажки предохранителя здесь есть выступ по сравнению если брать с моим у меня самодельный самодельный модифицированный переводчик огня да у меня вот такой рычажок есть для работы пальцем но он далеко у меня ВИТАКТИКЛ делает здесь такая педалька она где-то сюда примерно не выходит за рамки за пределы ствольной коробки флажок он крепится внутри а не так как вот здесь с заклепками делают ну там там классно сделано я надеюсь ну если получится в следующем варианте попрошу может дадут мне такой переводчик я попробую его поставить вам показать и может с ним поработать как он стреляет и так далее в общем он повторяет форму очень прикольно сделан такой небольшой то есть для работы под палец и соответственно скорее всего под модификацию вот этих деталек разных уже там предусмотрено подшлифовано вот этот зуб на переводчике огня предохранителя что он на военных образцах где не пилено шептало где шептало не пилено он нормально заводится становится то есть там там все должно быть нормально без проблем можно чуть-чуть назад нажать хотя в принципе можно не камер не нажимаю чуть нажимаем после этого включается но дело такое сейчас я поставлю на предохранитель надеваем крышку так и осталось у нас последняя новинка это Tromix вот логотипчик VTactical Tromix эти есть двух типов первые идут здесь более длинная длинная рукоятка и есть с короткой рукояткой под АКСу вот эту мы берем просто стандартная рукоятка как видите здесь она вперед скошена а например у 74 идет вот задняя часть она более прямая и здесь более широкий широкий выступ я не помню точно универсальная ли она идет и на АКМ или на и на 74 вот но обычно делают как сюда заливается опять же клей или немножко эпоксидной смолы разведенной вот и просто рукоятка вот смотрите я ее вот таким вот образом закручивается и ищет свое положение раз и стала на место нет еще не стала сама снялась так я не в ту сторону аго не той стороной да все вот так становится рукоятка в принципе она может работать и так просто немножко все-таки если без клея без ничего она она и не снимается вот смотрите я держу за нее она она не снялась вот я держу автомат на ней вот ничего не снимается ну обычно клей подливает чтобы она не крутилась не вибрировала и тогда все нормально держится очень приятно то есть такая на любителя конечно мне алюминия просто она чуть тоньше и имеет большую форму поэтому я взял алюминию это тоже не особо толстая прорезиненная то есть голой рукой вообще приятно по сравнению с железяткой вот работает очень даже очень даже нормально так ну это я снял специально не думайте оно не отвалилось вот и как я говорил для АКСУ она здесь просто отверстие внутри чуть короткое вот здесь более длинная и не знаю вернее не помню нужно спросить все таки у производителя универсальные ли они для калаша и сайги например да эти рукоятки в принципе любой стороной вы ее просто наталкиваете она становится на место главное чтобы логотип стрелочка вниз был и все нормально тогда держится так друзья на этом я наверное буду заканчивать опять наверное получилось на целый час видео попытаюсь сократить как получится что-то повырезать что-то добавить ну в общем такие вот обновки очень очень интересные опять же хочу проанонсировать специально кстати не зря лежит у меня вот эта штучка мой коллаж в общем надеюсь в скором времени будет довольно интересная защелка магазина от VTactical если удастся я ее возьму покажу как ее ставить как ее использовать мне очень понравилось классно она чем-то напоминает конечно FabDefense пластиковая но это лучше чем FabDefense я вам точно говорю вот в общем все спасибо за внимание ссылочки на группу VTactical я дам под видео кому будет интересно все цены обращения к производителю все в его группе на фейсбук я с вами прощаюсь спасибо за внимание всем удачи берегите себя метких вам выстрелов пока счастливо